пикируй фейхуа такие они выросли хорошенькие пора их пересаживать вот какие корешки у фейхуа сейчас буду сажать фехуа поставила под лампу накрыла пакетом экзоты посажены 5 марта пора их рассадить что у нас тут есть маракуйя первый ряд дальше драгонфрут белый драгонфрут красный вот это такие красивые это гранатики 1 папайя и вылезли петельки она на черемой да а вот это какой-то тут сорняк явно это мы не пересаживаем так все приступим вот какие корешки у граната большие корешки какой корешок у другого гранатик гранаты готовы красавчики это папайя одна штучка а это маракуйя такие у меня корешки еще маракуйя здесь корневая стима побольше так 3 маракуйи 1 папайя это все малюток я решила не пересаживать это драгонфрут белый красный и она на черемой петельки это мы еще подождем пусть подрастут петельки анонны так интересно вышли из земли вот и драгонфрут сидит надо пикировать хожу за солнцем переставляю гранаты с восточной стороны на западную я решила пересадить эти два саженца глицин и бонсай если это она потому что пожелтели прямо концы листиков а корневая вот какая явно не получает питание короче пересаживаем до корневая система потрясает этим росточкам год вот так я думаю будет получше земля хорошая с биогонусом сжалилась над апельсинками мура хоть меня их больше чем нужно но они так борются за жизнь чтобы пожалуй я их посажу ну вот готова отобрала я 8 штук у которых корешок был самый мощный все остальные придется выбросить решил обновить грудку она на черемой то она какая-то не веселенькая еще бы она была веселенькая горшочек ей явно моложе тут одно я отделила детку танку к детку в пакет и на подоконник вот она взрослая но на свое место на террасе коршочек у нее теперь побольше мои инжиры спустя почти полгода семечками были посажены 15 сентября сегодня 13 апреля что я вижу я вижу формирование настоящего инжирного листика вот и вот вот тоже уже симпатично а то вообще было мало похоже на инжир в начале я даже сомневалась вот какие красавцы 5 штук у меня я решила что мы инжирчики заслуживают перевалки в более просторные горшочки сейчас я это и сделаю и посмотрев на корни я подумал что горшочек то им нужен побольше ну вот я была права такие корни горшочек нужен был побольше готова одинаково горшочков не нашлось вот три поменьше и два побольше у инжиров новое место жительства вот пролила их янтарной кислотой и надеюсь что не тут будет хорошо присадила в горшочке побольше и прямо не как на глазах выросли купила семена китайского чая буду сажать удивительно вот как выглядит семена такие крупные я прям не ожидала ну посадим посажу три семечки так что здесь про них написано китайский чай цветет белыми цветами можно культивировать как бонсай с одного куста можно получить белый зеленый желтый черный чай и пуэр в наших климатических условиях можно собирать листики и до 4 раз в год и перед пассивом семена нужно замочить в холодной воде на 24 часа сеть при температуре 18 градусов ну вот все это мы и сделаем приступаю к посадке так сутки замачивали семена сейчас посмотрим на какую глубину здесь нарисовано так нарисовано 1 сантиметр губить вообще называется это камелия синенсис этот китайский чай так сейчас попробуем посадить такие крупные семена решила посадить в торф это нейтральный торф готово посажено полито подписано чай китайский посмотрим что вырастет китайский чай китайский чай у